Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл передач Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры «Байкал и право» и выражаем, конечно, свою признательность за возможность организации их руководства Байкальского государственного университета. Все мы знаем, что 22 марта был Всемирный день воды. Вода – это источник жизни. И сегодня мы поговорим о практике применения законодательства, которое регулирует именно порядок использования и, самое главное, охраны водных объектов. Являясь жизненно важным для каждого человека ресурсом, вода занимает центральное место в адаптации к изменению климата на планете. Сегодня более 2 миллиардов жителей Земли нуждаются в питьевой воде. Наша территория занимает исключительное положение по обеспеченности водными объектами. Здесь расположено озеро Байкал, площадь акватории которого составляет 31,5 тысячи квадратных километров, а протяженность с севера на юг – 636 километров. Максимальная глубина – 1642 метра. Помимо Байкала на территории области расположены 229 озер, общей площадью – 7732 квадратных километра. Речная сеть представлена бассейнами крупных рек Ангары, Лены, Нижней Тунгуски и их многочисленными притоками. Всего в области насчитывается 65 тысяч рек, суммарной длиной более 309 тысяч километров. А вопросы управления водным фондом и коммунальной инфраструктурой состояния инженерных конструкций находятся в сфере особого внимания Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Всего природоохранными прокурорами в 2023 году выявлено свыше 700 нарушений закона, для устранения которых внесено более 300 актов реагирования. А в Российской Федерации все водные объекты, за исключением искусственных, находятся в собственности Российской Федерации. Федеральным агентством водных ресурсов предоставляются в пользование водные объекты, протекающие по территории двух и более регионов, в том числе в отношении озера Байкал. Осуществляется контроль за соблюдением водопользователями обязательных требований, взиманий платы за пользование водными объектами. И сегодня у нас в гостях руководитель территориального отдела Енисейского бассейна водного управления Росходресурсов Михаил Густавович Людовик. Здравствуйте, Михаил Густавович. Разрешите выразить признательность за то, что вы пришли на нашу программу. И хотелось бы, конечно, познакомиться с деятельностью возглавляемого вами территориального отдела, узнать, какие стоят перед ним задачи, какие полномочия, каким образом вы осуществляете контроль за деятельностью водопользователей? Ну, полномочия территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области это предоставление права водопользователям акватории и предоставление в виде решений на забор, на реконструкцию сооружений. То есть у нас два вида – это договор водопользования, либо решение. Соответственно, мы здесь как выдаем договор водопользования, так и заключив договор, мы начинаем осуществлять контроль за деятельностью и исполнением этого трудового договора. Трудового договора на водопользование. Соответственно, мы выезжаем на места, смотрим, выполняются ли те условия, которые указаны в договорах. И если есть нарушения, то мы, соответственно, здесь сфиксируем эти все нарушения и информацию передаем в Роспроводнадзор в связи с тем, что у нас полномочий нет контроля за вот этими как раз нарушениями, а есть полномочия только в предоставлении этой услуги. Если нарушаются грубые, то есть грубо нарушаются те условия в договоре, которые нам прописаны, то договор может быть расторгнут по суду. А ваши полномочия на какую территорию распространяются? Наши полномочия распространяются на территорию озера Байкал, Иркутское, Братское, Устеримское и Багучанское водохранилище на территории Иркутской области. На территории Иркутской области. Но вот сегодня использование водных объектов именно в коммерческих целях приобретает все большую популярность. За последние 12 лет у нас возросло количество объектов рекреации на побережье озера Байкал в том числе, которые осуществляют именно использование акватории водных объектов и, соответственно, акватории озера Байкал. Михаил Густавович, а вот в каких все-таки случаях хозяйствующему субъекту требуется именно оформление права пользования водным объектом? Каким образом оформляется данное волеизъявление, решение либо договор? И какие для этого необходимо заявителю представить документы? Каков порядок их предоставления? Ну, все водные объекты являются федеральной собственностью и, соответственно, право оформления на акваторию – это обязанность всех, кто пытается использовать водную акваторию. Если идет речь о договоре водопользования, то мы понимаем, что договор водопользования, чтобы получить, нужно с заявительным характером заявиться к нам с заявлением, с предоставлением схемы участка акватории, который в перспективе планируется использовать. А мы на основании этого заявления, этих координат, соответственно, смотрим, если он свободный, то мы с пакетом документов выходим на аукцион, если такие требования есть, и, соответственно, введем уже сам реестр этих водопользователей. То есть у нас сегодня имеется общий российский реестр водопользователей, где все, кто получил договор водопользования на использование акватории, они в этом списке у нас как раз и числят. Но у нас есть административный регламент предоставления. Да, да, да. Согласно регламенту, который оформлен и имеется, все заявители, которые хотят быть водопользователем, они согласно этого регламента предоставляют пакет документов. Если сейчас можно на нашем сайте НССКБУ найти эти, то есть где мы разместили эту информацию, и там этот весь пакет документов, что требуется для предоставления на заявление акватории, как раз там и подчеркнуть эту информацию. Спасибо. Михаил Густавович, но все мы знаем, что красота Байкала привлекает огромное количество туристов, особенно в летний период, но в последнее время популярностью пользуется и лед Байкала. В зимний период на акватории озера Байкал проводятся различные мероприятия. Вот скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, для того, чтобы эти массовые мероприятия организовать, точно так же требуется получение разрешительной документации правоустанавливающих документов на акваторию. Есть какие-то отличия в порядке получения вот этого разрешения при случаях, когда это получается акватория в пользовании для рекреации, либо уже лед Байкала, либо это не требует каких-то отличий и требуется в любом случае. Предусмотрена ли административная ответственность за неисполнение данного требования в данном случае, если требуется такая документация, и отличается ли порядок оформления от того, который предусматривает акваторию предоставления именно в летний период? Порядок предоставления не отличается, точно так же, как и для открытой поверхности акватории. Точно такой же заявительный характер. Пакет документов точно так же по требованию, о котором мы говорили в предыдущем случае. И также может быть аукцион проведен, если будет два заявителя на один и тот же участок. Все требования остаются все те же самые. Единственное, что есть исключение для ледовых переправ, что для них оформлять договор на водопользование не требуется, потому что это структура дорожная, и дорога, которая как переправа, она обеспечена уже и соблюдением со стороны ГИМС, и с точки зрения безопасности этой дороги. Хорошо. То есть, получается, лицо, которое изъявляет желание провести массовые мероприятия на льду, точно так же в установленном порядке, обращается к вам для получения разрешительной документации. В данном случае это договор или решение? Да, договор. То есть, заключается договор, и все те же самые, по сути, обязанности возлагаются на водопользователя? Да, с которыми мы заключим договор, и, соответственно, условия нашего договора должны быть исполнены. А какие обязанности возлагаются на водопользователь? В данном случае он следит за чистотой, за состоянием дна и берега, и с точки зрения, проводит мероприятия по очистке, обследование водолазные делать, если это в районе Байкала, глубины, где есть неухудшение, ведет мониторинг за этим участком. Они же согласно нашего договора осуществляют мониторинг, заключив с лабораторией, которая имеет аккредитацию, и на основании этих данных мы следим за тем участком, который был предоставлен, было ухудшение или нет. Мы точно так же осуществляем контроль с выездом на место и проверяем вот это исполнение. Хорошо. Вот скажите, еще один вопрос очень интересует водопользователя и телезрителей. Сегодня, на сегодняшний день, достаточно ли инфраструктуры, которая бы использовалась для сбора подсланевых вод судов? Мы знаем, что акватория озера Байкал наводнена огромным количеством маломерных водных транспортных средств и судов, которые, соответственно, образуют отходы, в том числе и твердые коммунальные отходы, и подсланевые воды, и нефтесодержащие воды. Какая инфраструктура используется на сегодняшний день? Достаточно ли она? И какая работа проводится по ее восполнению и созданию? Этот вопрос, он давно уже, пытаемся мы его решить, со сбором вот этих подсланевых. Сегодня имеется два судна, это Москалев и Самотлор, которые находятся в порту Байкал. Как правило, из информации наших коллег Байкал-Ангарского бассейна, которые занимаются сбором как раз вот этих подсланевых, информация следующая. То есть все зарегистрированные суда, они, как правило, сдают на вот эти два судна все свои подсланевые. Здесь еще один вопрос возникает с точки зрения, как контролировать. Мы сейчас с водопользованием, которые у нас имеют акватории на озеро Байкал, ну и, соответственно, других, где это использование судов, уже участились случаи. Ну, то есть, наоборот, улучшилась ситуация с точки зрения, с того, что они стали заключать договора вот с этими новыми двумя... То есть количество лиц, которые заключают такие договоры, издают отходы, но растет на сегодняшний день? Действительно, это увеличилось, и мы уже по практике знаем. И мы теперь стали проводить профилактику с точки зрения того, чтобы, когда проверяем вот эти условия договора, мы пытаемся и на эти вопросы найти ответы у тех, кто использует суда свои вот как раз в этих акваториях. Отлично. То есть, соответственно, работа по созданию инфраструктуры идет. И я отмечу, что и Байкальская, и Межрегиональная природоохранная прокуратура, в надзорной практике использовались возможные площадки для того, чтобы донести эту информацию и до водопользователей, и до туристов, и непосредственно принимали сакты прокурорского реагирования, которые были направлены на восполнение недостающей инфраструктуры на побережьях озера Байкаль, как со стороны Иркутской области, так и со стороны Республики Бурятия. Еще вот один вопрос, который я хотела бы вам задать, Михаил Густавович, органы Росводресурсов осуществляют мониторинг состояния озера Байкал. И вот интересно было бы узнать, как реализуются эти полномочия, какой базой, какой, скажем так, техникой современной обладает Росводресурсы, подведомственные учреждения, каким образом мониторинг осуществляется у нас на акватории озера Байкал, а самое главное, как применяются результаты такого мониторинга? Ну, у нас есть подведомственная структура, это ФГУ ВОС Сипергенводхоз, отдел Центра Водхоза на территории Иркутской области, они осуществляют мониторинг совместно с нашим Росгидрометом. И, соответственно, эти две структуры, они согласовывают планы отбора проб, в том числе я конкретно сейчас говорю про озеро Байкал, чтобы не было двух, будем говорить, отборов проб в одном и том же месте, накладки озера Большой, и мест много где надо отправить, то есть существует план отбора проб и вот этого мониторинга как между нашими коллегами ФГУ, так и Росгидрометом. Все данные, которые ведут вот эти структуры, они потом излагаются в отчетах в ежегодниках, с которыми мы начинаем работать уже как исходный материал для понять, где улучшить, где ситуация не ухудшилась, не надо каких-то новых берегов укреплений или какие-то технологии новые применить. То есть это исходные данные для нас, для того, чтобы применять какое-то управленческое решение. У нас в этом текущем 2024 году какие-то мероприятия с учетом данных мониторинга проводятся на территории акватории озера Байкал? Вы имеете в виду по мониторингу и по качеству? Результаты мониторинга, да, как-то используются. В 2024 году запланированы какие-то мероприятия? Ну, я сейчас точно не готов сказать, где мы, по каким участкам, но на основании вот этого доклада, который за 2023 год, конечно, мы спланируем обязательно. И те участки, где мы или наши коллеги выявили на превышение нарушения, соответственно, будут там приняты меры для того, чтобы этого устранить. Но эта информация, она аккумулируется и передается всем уполномоченным органам, чтобы они использовали ее в пределах полномочий. Я правильно понимаю, да? Все точно, потому что это будет государственный доклад, и когда в информационном бюллетене эта информация опубликуется, она становится уже источником, который, ну, легитимность ее 100%. Спасибо, Михаил Густавович, за интересную беседу. Было очень приятно и интересно услышать, увидеть вас в нашей студии и услышать информацию о том, каким образом принимаются меры по сохранению акватории озера Байкал, каким образом усуществляется деятельность в границах акватории. Ну, и напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я хочу желать только одного, что те, кто находится на берегах озера Байкал, и в том числе на озере Байкал, оставить после себя все так же, и, может, даже лучше, чем, наверное, на сегодня находится, для того, чтобы сберечь для наших поколений на будущее и оставить его на то, чтобы следующий, кто приедет после нас, было точно такое же качество воды и та же красота, которая есть сегодня. Спасибо, Михаил Густавович. Надеемся на дальнейшее плотворное сотрудничество. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok